дорогие друзья хочу ответить на комментарий на один написал мне алина ну где я гуляю по лесу ответила что у нас медведей нет нет она пишет комментарии что по сведениям там лес какого-то промхоза ну не знаем же минсельхоза ли что что-то там такое что в нижегородской области тысячи с лишним там медведей еще кого-то и россии и кабаны и все что угодно ну да я согласна я знаю прекрасно что в наших лесах все все водится хотя мы когда вот ходим за грибами слава богу никого не встречали никого ни разу вот но это на наше счастье но когда идешь за грибами ты углубляешься далеко в лес здесь лес небольшой совсем и тем более там где ходят люди постоянно а там люди ходят там прям дорога они идут я не знаю даже куда они идут только там какая-то деревня еще через какой-то садовые участки вот сады там с одной стороны где на лыжах ездят так вот с одной стороны озеро там постоянно люди вот и то есть вот этот вот лес идет 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 где я хожу а с той стороны вот это вот как такие вот молоденькие деревья тут березы уже и как такая болотистая местность болот какое-то и озеро в общем ну что такое там уж оттуда никто не придет и там ну туда совсем уже далеко я не ходила но люди туда ходят женщины все время ходят вот с этими с палками ходьбой занимаются прогуливаются просто на велосипедах ездят бегают в общем там постоянно народ и наверное вряд ли кто-то туда из зверей забежит чтобы там как-то обитать потому что постоянно люди ходят ну парком этот лес не назовешь это лес лес сосновый он такой чистый нас нет там каких-то вот кустов прям непроходимых вот он такой вот именно сосновый лес редко там где тут какие-то кусты вот малинников мало что там медведи медведи водились ну конечно вот так вот ходим же за грибами я давно уже как-то меня муж уходит я сейчас уже не любитель бродить по лесам ну наверное за прошлом году ходила с ним один раз за грибами что-то мы мало что там нашли вот микрофон не взяла 5 не ставим вроде бы я близко сижу должно быть слышно вот а тогда у нас в наших лесах все есть все-все-все вот не дай бог с кабаном встретиться или с лосем да ну и с медведем конечно не хотелось бы повстречаться да она бывает у людей хуже зверей да тоже тоже опасно когда идем за грибами я так ножичек-то ножичек-то с собой беру вот конечно за грибами не вот бок о бок ходишь да я в одну сторону муж в другую да он уйдет еще и и не слышно его и не видно кричишь кричишь порой его и нет вот я говорю я так заблужусь я кстати раньше по лесу в лесу очень хорошо ориентировалась а сейчас что-то но ты редко уже и забыла я как все делается такие вот дела а так а так кстати говоря у нас тут муж приходит как-то говорит 23 числа пропал мужчина уехал на велосипеде в лес уехал наверное туда куда он еще уехал да наверное в сторону леса и не вернулся 66 лет может быть уже вернулся не могу сказать но вот 23 июня уехал и не вернулся люди пропадают что с ним как он что что за причины такие вот дела а когда жила в балахне ну мы же жили в частном доме но у трех три квартиры у нас там был потом мы одну вторую квартиру заняли как-то объединили было два жильца ну две семьи как говорится вот этот дом я уже рассказывал стоял во дворе церкви общем я жила на может сказать на берегу волги и вот был такой случай что была такая холодная зима и во время зимы через волгу волка же замерзала видели что волки перебегают даже в сторону города я правда не видела этого но договорили были замечены волки даже то есть там мы вроде бы лес то нет но вот волки откуда-то с голодухи что ли перебегали было такое лисы лису кстати как-то с мужем видели даже в нижнем когда жили в сормове вот ехали к волге и лиса но это всегда опасно когда лиса людей не боится да или она бешенством заразилась но что-то вот если определить животное если подходит близко к людям то бешенство скорее всего у этого животного поэтому обычно животные как-то уходит но тем более лиса что она зачем она пришла к домам правильно как-то зайцы видели скакал по дороге может у нас здесь я никого не видел даже белок не видел вот только птицы летают птицы дятла стучат так ну может быть змеи какие уже это точно есть наши уже наши уже вот атака нет никого конечно не дай бог нарваться на на что-то не зайцев я здесь не видела вот что прыгали даже говорю в сорт почти в черте города там зайцы скакали и белки даже вот в белке в сормовском парке я видела белок а здесь в лесу не белок я не видела не зайцев никого вообще кроме птиц здесь я никого не видела ну здесь такой вот лес наверное такой вот он какой-то сосновый мало тут где можно укрыться не знаю но и он небольшой и очень в нем большая проходимость людей поэтому наверное здесь животные не не за не вьют свои гнезда не живут постоянно может какой-нибудь кто-нибудь забежит случайно но нет первых с собаками ходят гуляют вот не знаю ну лес есть лес да везде как опасно может быть и в парке вон до в безлюдном в черте города тоже может быть опасно так как то как то так помню как то давным давно мы пошли в лес вот за грибами и я увидела там да наверное какой-то казали кто ли заблудился и волки сожрали в общем кости череп обглоданное все то есть уже прям совсем все обглоданное лежала но это еще мы когда в деревню там ездили там такой лес большой вот все опасно так что а всего бояться балков бояться в лес не ходить как то так уже вчера угостили жимолостью и я себе делаю вот так вот творог с фруктиками с ягодами вот еще мед добавлю вот и наверное сделаю цикорий цикорий кофе я уже выпила с утра наверное больше не стоит дорогие друзья я испекла слойки и продержала их в этой печке больше дольше и ведь какие-нибудь поджаристые в общем здесь они у меня запекались наверное 17 минут до 16 17 минут где-то так вот такие смотрите они получились лучше все-таки их лучше вот так вот смотрите поджаристые они так все поднялись здесь более такая хрустящая там у меня они все-таки были немножко недодержаны вот в этом ну кто кто смотрит меня знает что это пицца мейкер который я показывала рассказывала сколько там в нем чего но нужно смотреть конечно да вот мне так понравилось я же все экспериментирую но я сделала с яблочным вот этим вот пюре с яблочным повидлом ну как варенье яблочное у меня без кожуры поэтому оно такое вот наверное будет вкусно сейчас конечно же с молоком вот ведь они какие скорее всего да не менее 15 минут надо держать все таки вот это вот такое мне нравится больше ух красотища даже можно не какой сахарной пудрой посыпать ведь они какие румяненькие да и в общем то и внизу они не не подгорели они такие хорошенькие золотистые